Боевая подготовка в Казахстане в этом году станет еще более масштабной. В военных учениях примут участие все государства Центральной Азии, за исключением нейтрального Туркменистана. Однако к воинским контингентам Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана примкнут военнослужащие Азербайджана, тем самым расширив географию участников учений. На последней консультативной встрече лидеров стран Центральной Азии, на эту встречу был приглашен президент Азербайджана, то есть страны Центральной Азии готовы рассматривать свой регион в расширенном формате. Более того, связь с Азербайджаном, наша региональная, она не ситуативна, то есть не сейчас возникла. Министр обороны Казахстана, анонсируя предстоящее учение, заявил, что очень важно сохранение дружественных отношений между братскими народами и вооруженными силами в целях выполнения задачи по обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Я бы не сказал, что мы чего-то боимся, вот именно с точки зрения военного плана и с точки зрения какой-то внешней угрозы. Нет, речь идет о том, что просто отрабатывается взаимодействие вооруженных сил, взаимодействие тех стран, которые видят в этом необходимость. Каков сценарий предстоящих учений и где именно они будут проходить, пока неизвестно. Но можно предположить, что помимо традиционного ведения боевых действий с участием авиации, наземных вооруженных сил, бронетехники и артиллерии будут отрабатывать и более современные методы военных операций. А таким опытом обладают далеко не все страны мира. Азербайджанские вооруженные силы имеют сейчас опыт боевых действий, имеют опыт боевых действий в новом типе войны, с достаточно серьезным использованием беспилотных летательных аппаратов, с достаточно серьезным форматом решения боевых действий, которые происходили в зоне Нагорного Карабаха. Одно из последних совместных учений осенью прошлого года проводили военные моряки Казахстана и Азербайджана. Они выполняли боевые задачи по поражению воздушных и наземных целей, освобождению гражданского корабля, спасению и эвакуации экипажа.